Похоронить заживо – это не иллюстрация средневековой казни, а наша реальность. В таком состоянии волонтеры в конце октября нашли этого пса. Уже стояли заморозки, и пес серьезно пострадал. Закопан лобай, по всей видимости, был несколько дней. Снаружи оставалась только голова и передняя лапа. В клинике ему вынесли приговор не жилец. Записались мы на рентген, сделали нам рентген, и после этого нам три врача сказали, что все, он не встанет. Саша занимается спасением бездомных собак всю сознательную жизнь. Это она решила не усыплять пса, а выхаживать его до победного. Вместе с друзьями она на себе приносила собаку в клинику на процедуры. Пес на минуточку весит 100 килограмм. Рядом с хрупкой девушкой он больше похож на белого медведя. Когда лобай пришел в себя, оказалось, он серьезно психологически травмирован. Первые дни бедолага был очень агрессивен. Но к моменту нашей встречи уже пришел в себя. Через 4 дня лечения он у нас уже на лапы встал. Но ходил по 2-3 минутки, немного. Потому что тяжело. Сейчас у нас уже дошло до того, что мы минут по 20-30 гуляем. А так в основном все отсыпается. Эпидемия подростковой жестокости – таковы Сашины наблюдения за последнее время. И это говорит о том, что мы, взрослые, уделяем внимание чему угодно, только не собственным детям. В результате некоторые из них вырастают в самых настоящих зверей. Это ужас. У меня у самой живет собака. Ей сняли скальп, отрезали уши, выкинули с третьего этажа щенком. То есть сейчас собаке 6-й год, тут вот фу, живет. Очень жестокие. Очень. Особенно подростки. В основном это ведут лайки, это идут подписки в интернетах. То, что они же это все на видео снимают. Вот эту всю жесткость. Они это все снимают, они это все в интернет выкладывают ради хайпа, ради пиара. Почему хозяева так поступили с Алабаем, у Саши нет ответа. Но исходя из ее жизненного опыта, можно предположить все, что угодно. Вплоть до кражи пса или мести владельца. Если кто-то из тех, кто их знает, откликнется, это станет большой помощью в истории спасения грома. Так назвали пса. Для удачной реабилитации нужно точно знать, сколько ему лет и особенностей его организма. Саша надеется, что у Алабая все еще впереди. И найдется тот, кто станет настоящим другом для бедного грома. Полина Рифа, Иван Худяков, ВЕТТ24.